Библейский портал экзегет.ру представляет 37-й псалом для библейского портала Экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Вот бывают такие гладкие, хорошие псалмы, 36-й предыдущий, «Не завидую злодеям, в конце концов Господь их накажет». До этого был 35-й грешник, он плохо поступает, «Господь, а твоя милость до небес». Там 34-й, «Суди, Господи, те, кто судит меня». 33-й прекрасный, красивый, ежечасный, «Я Господа благословляю, Он спасет всех, чей дух сокрушен». Ну, то есть, я на стороне добра, у меня все или сейчас уже хорошо, или скоро будет хорошо. Они вот нечестивцы на стороне зла, у них все будет плохо. И тут 37-й псалом. Вот прямо как возражение 36-му, да и некоторым предшествующим тоже. Почему, зачем? А вы знаете, вот псалтирь – это еще и диалог человека с самим собой, или людей между собой. Это диалог человека с Богом, людей с Богом. Да, это молитва людей к Богу, но молитвы-то бывают разные. И люди, молясь с Богом, разговаривая, они все-таки друг с другом тоже говорят, если молятся вслух. И здесь есть какой-то диалог, здесь есть свои драматургии. Вот 37-й кричит 36-му «Нет, не так, все совсем по-другому». И меня это очень радует, потому что у меня тоже были сомнения насчет 36-го псалма. Так ли все гладко, как там изложено? Ну, прочитаем. Псалом Давида «Громко вслух». Псалом Давида – одно из обычных написаний. «Громко вслух», очевидно, манера исполнения. Вот как будто это специально написано, да, вот как, знаете, на процитурах пишут «быстро» или «громко». Обычно это по-итальянски, там «форто» громко. Вот «Громко вслух», почему? Потому что 37-й вот такому благочестивому читателю хочется пробормотать, прикрыв рот, чтобы никто ничего не понял. «О, Господь, не карай меня в ярости своей, в своем гневе меня не казни, стрелы твои в меня впились, твоя рука настигла меня, на теле здорового места нет. Вот что сделала ярость твоя. Не знают покоя кости мои, это мне за мои грехи. С головой грехи покрыли меня, я не в силах нести их груз. Смердят и гноятся раны мои, это мне за безумие мое. Сгорбился я, до земли паник, весь день хожу, горем объет. Поясницу терзает боль, на теле целого места нет. Я изнемог, я разбит, кричуя в сердечной муке, Господь, ты знаешь, о чем я прошу, и не скрыт от тебя мой вздох. Сердце трепещет, нет мне больше сил, свет меркнет в моих глазах, мои друзья и знакомые гнушаются больным, близкие стороной обходят. А враги мне ловушки ставят, хотят убить, желают мне зла и проклятия твердят, на меня клевещут весь день. Но не слышу я, как глухой, как немой, рта не раскрываю. Стал я, словно глухой, что ответить не может. На тебя, Господь, надеюсь и жду, что ты отзовешься, Господь мой, Бог мой. Молю, пусть не глумятся они надо мной, не торжествуют, что я пошатнулся, я вот-вот упаду. Боль моя неразлучна со мной. Исповедую я свой грех, я скорблю о своей вине. А враги мои живы, сильны, много их, без причин ненавидят меня, они воздают мне злом за добро. Я хочу добра, мне за это мстят. Не оставь меня, о Господь мой Бог, не покидай меня. Поспеши, помоги мне, мой Господь, спасение мое. Вот если мне последние слова, поспеши, помоги мне, то вообще на книгу Иова похоже, да? Господи, у меня все очень плохо, и ты тому причиной. Правда, в отличие от Иова, здесь псалмоперец говорит, это мне за мои грехи. Но как-то не конкретно, как-то он не объясняет. И более того, мы же читали в предшествующих псалмах, что грехи покрыты, что все на самом деле хорошо, что Господь не вменяет ему этого греха. Или, по крайней мере, он об этом просит. А здесь он как будто принимает это наказание. И смотрите, он все-таки себя видит на стороне Бога, а своих врагов наоборот он видит на стороне нечестия, зла. Но они над ним торжествуют, а не он над ними. Как вот настолько, что 36-й убеждал, и предшествующие тоже не раз об этом говорили. Что же, 36-й – это прекрасная фантазия о 37-й прозе жизни, реальность? Или это два разных настроения, два разных состояния? Мне кажется, скорее второе. Мы неизбежно видим вот на каких-то очень узких отрезках. Мы неизбежно делаем выводы из ограниченного материала. Ну, так человек устроен, так устроено его познание мира. Это неизбежно. Мы не можем собрать всю информацию обо всей Вселенной. Да, у нас жизни на это не хватит. И вот в 36-м делается один вывод. В 37-м, когда «достало», делается совсем другое. И в чем же смысл этих слов? «Стрелы твои в меня впились, твоя рука настигла меня. Если на самом деле это враги мне ловушки ставят, хотят убить, желают меня, зла и проклятие твердят». А мне кажется, здесь еще один очень важный урок, который псалмопевец сначала сам себе, потом и всем нам преподает. Вот эти рассуждения в 36-м, например, очень легко превратить в такую простую схему. Я на стороне Бога, я праведник. Они на стороне зла, нечестия, они злодеи. Вот они во всем виноваты, я во всем прав. Если со мной что-то происходит плохое, это они на меня напали, это они со мной поступают плохо, ну, а, конечно, Господь меня от всего избавит. И готовый фарисей, абсолютно готовый, да? Я воин добра и света, они мои враги, Господь их накажет. А вот, чтобы не было готового фарисея, есть 37-й псалм сразу после 36-го. Со мной все плохо, но на самом деле, чем отличается праведник, который на стороне Бога, от нечестивца? Нечестивец он рассчитывает там, у кого деньги, у кого власть, у кого силу, кто там кому друг, кто там кому враг, где можно чего рвать, где можно ухватить. А праведник говорит, вот есть Бог, и вот есть я. Все остальное обстоятельство. Если у меня все плохо, это Бог меня в такое положение поставил? Это его стрелы? Хотя, да, конечно, там кто-то меня стреляет, кто-то меня там преследует, кто-то меня хочет убить, кто-то мне там клевету какую-то без конца изрыгает и так далее. Да, он есть, это правда, это этот человек или эти люди, но все зависит от моих отношений с Богом. Значит, это за мои грехи. И вот 37-й не позволяет 36-му воспитывать во мне фарисея. Будь он один 36-й, я уже об этом говорил, когда мы его читали, ну вот прямо хочется от него отгородиться. Будь один 37-й, еще больше отгородиться хочется. Как это? Бог во всем виноват. Как это? Я вроде праведник, говорит псалмопевец Давид, или такой герой, который признается Давидом, а Бог меня наказывает, и с этим ничего поделать нельзя. И поспеши, помоги мне, мой Господь, спасение мое. Но не спешит и не помогает. От этого еще больше хочется дистанцироваться. А вот, смотрите, путь веры, который псалтирь описывает, это путь поиска. Это не путь готовых формулировок. Есть катехизис, например, разные другие умные книги о том, как, грубо говоря, устроен этот мир, как в нем действует Бог, что надо делать, чего не надо. Это закон Моисеев, например, в Библии тоже есть свой катехизис. Довольно внятные, понятные, простые ответы на вопросы о том, как жить и что делать, чего не делать. А есть напряженный поиск, и он выше. Он значительнее, важнее. А поиск связан с метаниями. Вот мы туда, 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 здесь, вроде бы сюда пошли, здесь что-то важное обнаружили, но это еще не все. Потом в другую сторону, но и здесь еще не все. И вот псалтирь — это путь к Богу, если хотите, да? Но Бог бесконечно велик. Бог, Он просто превосходит все наши представления о нем. Поэтому все, что мы не скажем о нем, потребует уточнения в некоторой мере, в некотором смысле, в некоторых обстоятельствах, не всегда и не везде. И в этом смысле 36-й и 37-й, они удивительная пара, это диалог. Это хор, разделенный на два полухория. Один поет про одно, другое про другое. А чтобы не было шизофрении, чтобы не было какого-то полного уже восприятия действительности двумя абсолютно разными частями сознания, будет 38-й псалом, где из этого будет некоторый вывод.